Агрогородок Парахонск на звычайную вёску неподобный, и навыц сярода отповедных администрационных центров вылучается динамикой развития. Тут постоянно отбываются смены, як у экономичном, так и у социальном плане. У День незалежности у Парахонску рачисто открыли одразу три важные объекты. Первым стала детячая школа мастатства. Умовы не горши за городские, выхованцы и педагоги установы отрымали у подарунок до своего 40-годового юбилея. Рамонт на будовнищие работы, на які из районаха бюджета было выдатковано больше за 300 тысяч рублёв, тут провяли менш, чем за полгода. Заменили коммуникации и внутреннее сдабление, одновили фасад. Яшчек рыху больше за 50 тысяч рублёв пайшло на набытьём мебли. Увы, неку отрымали амальновое помешкание. Для сельской мясцовости такая падея больше, чем просто отметная, знаковая. Сегодня мы с вами находимся на территории городка Парафонск. Ещё в конце 90-х годов это была проблемная территория. Но благодаря созидательному труду сейчас мы видим прекрасный посёлок, где люди стремятся жить, трудиться, воспитывать детей. Безусловно, это заслуга тех людей, которые проживают на пинской земле. Поэтому искренне поздравляю всех земляков, всех белорусов с нашим главным государственным праздником. Наступным объектом, чую открыть всё так само примирковали до свято, стал новый цех перепрацовки ягод открытого акционерного товариства «Полеские журавины». С его уводом предприемства различные выйти на новые рынки сбыту и повеличить прибыток. Сам цех уявляет собой высокотехнологичный пункт электронной сортировки и дальнейшей перепрацовки, дороже, уластной сыровины. А кроме традиционных журавин, под какие сёлят отведено 85 гектаров площади, на предприемстве вырошивают и целком перебрацовывают гуяки. Одно с нанядау напершимися род белорусских промысловцев тут почали займаться интродуцированными культурами, а его и японской, и мини-киве. С ягод плануют робить сиропы и сушеные сумеси. Экспериментируем с актинидией, два сорта посадили этой культуры. Опять же, это всё для того, чтобы добавить, разбавить, делать различные смеси и сушеные продукции. У нас на актинидии два сорта, коломикта и аргута. Так практически промышленным производством таких культур никто не занимается. Мы решили попробовать. Коллективы агрономы у меня такие пытливые. Знаете, всё, что есть новое, стараемся себе внедрять и по продукции, и, естественно, по технологиям. Не меньше перспективным в плане эксплуатации и отримания прибытку повинен стать и новый молочно-товарный комплекс Дубнович и товариство Парахонское. Три фермы различны на полторы тысячи голов. Частка их уже размещена. На днях тут отримали первую парту молока. У Годжа плануется надойвать не меньше четырех тысяч тонн. Мы строили, проектировщики проектировали и получился нормальный исход. Почему это наш регион, он должен жить? И, конечно, отрадно. Отрадно, что с двух с половиной тысяч населения пятьсот деток у нас. Сейчас отрадно то, что у меня сейчас пятьдесят, сорок пять человек находятся в декретном отпуске по уходу. Поэтому, когда рождаются дети, когда из производства, тогда живет деревня. Новые, у тым лику молодые кадры будут працовать и на Дубновицком комплексе. Тут створено каля тридцати працованных местцев. Дякуючи особистой зацекавленности кировництва у перспективных отказных супрацовниках и огульной социальной политики, якой притримливается Парахонская, предприемство может гонориться командой, яка сегодня працует на огульный высокий выник. Татьяна Будгусаим, Людмила Салдзин, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».